Хочу заниматься отличным брендом, маркетингом, но я вижу огромное количество конкурентов, и меня это дико деморализует, и у меня теряется энергия продолжать, короче, двигаться в направлении. Хотя какая-то часть меня знает, что, несмотря на наличие конкурентов, мне есть что сказать на этом рынке, и место для меня найдется. Но сомнения отбирают кучу энергии. Мне не нравится. Вот смотри, вот по поводу конкуренции, сейчас я тебе очень хороший пример приведу, и ты поймешь, что это полная глупость. У тебя девушка есть или жена? Да, есть. Девушка есть, да? Да. Ты сам с какого города? Ну, из Саратова, живу в Москве. Ну, сейчас я у родных, там, на каникулах, но вообще живу в Москве. Вот давай я сейчас посмотрю. Саратов, население, население. В Саратове живет 800 человек. Ну, миллион. Человек, да. Давай предположим, что половина из них мужчин, половина из них женщин. То есть 400 тысяч, ну или там 500 тысяч мужчин, 500 тысяч женщин. Там берем возраст, там, ну, условно, там, с 16 до, там, 40 лет. Получается где-то, ну, из-за там, ну, полляма. Полляма, да. Соответственно, 250 тысяч мужчин, 250 тысяч женщин такого возраста. Когда ты искал себе девушку, ты же понимаешь, что конкуренция за тебя тоже идет. Ну, и конкуренция за девушку тоже идет. Да. В силу того, что я сейчас посчитал, получается 1 к 250 тысячам. Правильно? Да. А тебе, как тебе такая конкуренция? Ну, да, жесткая. При этом я еще не беру, не учитываю, что люди могут знакомиться в интернете, то есть могут быть из других городов, ты же понимаешь. Да, да. Там еще больше добавляется. Ну, примерно, ну, 1 к 5 миллионам, например, да. Вопрос, вот если бы ты в такой парадигме жил, что гигантская конкуренция и, как бы, ну, типа, девушку найти пиздец сложно, а девушке пиздец сложно найти парня, а мы вообще знаем, что соотношение парней к девушкам снижается, то есть девушек больше, чем парней. Причем парней-то нормальных-то мало, то есть которые не пьют, не бухают, там, не наркоманят, там, ну, зарабатывают хотя бы, там, знаю, тысячу долларов в месяц, не избивают своих женщин, ну, как бы, таких еще меньше, не сидят в тюрьмах, понимаешь, да? Да, понимаю. То есть это, получается, даже не 1 к, там, не знаю, так, 5 миллионов, а, может быть, там, 1 к 15 миллионам. Я не математик, не социолог, как бы, я просто перевожу пример, да, чтобы ты понимал размер цифр. И, как бы, вот вопрос тебе, вот, если бы ты так относился к конкуренции, ты бы пошел себе девушку, нашел, скажи мне? Нет. Нет, нет, но ты нашел. Почему? Потому что, во-первых, ты так к этому не относился, а второе, люди работают, точнее, люди встречаются не с самыми лучшими, а с самыми удобными, с самыми комфортными для себя. То есть это не значит, что ты отсматривал миллионы анкет женщин по параметрам, блядь, красоты, не знаю, там, блядь, хобби, чем она занимается, сколько она зарабатывает, такого не было отбора. Ты просто нашел девушку где-то случайно, там, увиделся с ней, она тебе приглянулась, ты тоже, вроде как, то есть сработала какая-то химия. Дальше как бы по каким-то критериям ты понял, что да, она мне подходит, и ты ей подходишь, все, и как бы завязались отношения. Так же было? Да, 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 именно так же было. То же самое в работе, ну, то есть люди не сидят и не отсматривают миллионы анкет, чтобы принять решение, с кем им работать или кому им занести деньги. Вот они видят, знаешь, рекламу Макса Белоусова ВКонтакте, например, вот как ты. Или там посмотрели подкаст, такие, о, пизда ты чувак, прикольную тему говорит, полезно. Все, дай-ка я ему напишу. Ну, это же не значит, что я, блядь, единственный маркетолог, который, в принципе, есть ВКонтакте, или единственный чувак, который подкасты записывает, или единственный чувак, который что-то дельное говорит. Нет, просто ты на меня отреагировал. Почему? Потому что я понравился тебе, не знаю, своим образом, не знаю, речью, подачей, там, качеством, количеством материала. Ну, я хер знаю, что тебя зацепило. Ну, тебя зацепило что-то. Соответственно, вывод какой, что люди работают не с самыми лучшими, а с самыми удобными. Удобный, значит, вовремя ты показал ему рекламу. У него сейчас болит этот вопрос. Ты его чем-то зацепил. Там вот эти все моменты важнее, чем быть лучшим, чем 100-500 твоих конкурентов. Поэтому вообще похер, сколько там конкуренции. Это с точки зрения твоего тормоза, чтобы ты работал так. А с точки зрения рынка, чем больше конкуренции, это заебись, значит, рынок есть. Надо, наоборот, напрягаться, если конкуренции нет. То есть, если ты заходишь на какую-то нишу, там ни хера никого нет, это тебе знак того, что, блядь, ну, как бы, либо туда уже до тебя зашли и поняли, что там ни хера ловить, либо ниша голая. А если ниша голая, да, в ней могут быть деньги, но туда должны заходить большие деньги, чтобы научить клиентов там покупать. Понятно. Чтобы изобретать колесо, нужно кучу времени, сил, энергии. Это не было как, вот, не знаю, там, Стив Джобс, там, когда с компанией Apple создавали свои продукции, это было колесо. Да, ну, пиздатое колесо, но чтобы научить людей чем-то новым пользоваться, ну, это дохуя делов надо. Это как бы время, это время должно пройти. Это по принципу диффузии, там есть несколько категорий клиентов. Там, первое, это новаторы, которые все новое пробуют. А 86% остальных – это консерваторы. Это люди, которые не хотят, не могут, боятся новое что-то пробовать. И таких 86%, понимаешь, как бы, и чтобы как раз-таки деньги зарабатывать, нужно этих 86% убедить, что это пиздато. То же самое было с банковскими картами. Вот у меня мама, все уже пользовались в округе банковскими картами, ее знакомые, близкие, друзья. Она не пользовалась, она консерватор. И она еще целый год, целый год ходила с деньгами в кошельке живыми. Потом появился этот, это Apple Pay, да? Apple Pay. Да, я как бы смотрел, как, знаете, как на инопланетян. Я смотрел, как на инопланетян тех людей, которые оплачивали смартфоном. Смартфоном покупал. Целый год я смотрел, и только в течение года после этого я как бы себе настроил. Хотя настройка этого занимает, ну, блядь, 10 секунд. И как бы вот, ну, я тоже консерватор, как бы, да? И это тоже нужно учитывать. Я к чему это все говорю? К тому, что, как бы, ну, люди все разные. Разные есть поведенческие факторы. И лучшее предложение на рынке не означает, что у тебя будут покупать. Понимаю. Понимаю. И многие люди смотрят не только на функциональное, да? То есть, как бы, вот есть разные атрибуты. Есть функциональные, эмоциональные, социальные. Функциональное – это то, что можно потрогать. То есть, например, там, количество занятий, да? Там, время этих занятий, стоимость этих занятий – это функционально, да? То же самое, как вот я там к тренеру по боксу хожу, я ему плачу за тренировку, там, 3000 рублей. Но есть же дохуя тренеров других по боксу. Почему я именно к нему хожу? Потому что мне с ним комфортно. Я с ним могу попиздеть на разные темы. Он веселый. Это уже социально-эмоциональные причины. Вот почему я к нему хожу. Соответственно, конкуренция сужается. Понимаю. Дохуя тренеров по боксу. Но веселых вот столько, там, адекватных вот столько, там, блядь, не знаю, с кем можно поговорить не только о спорте, и они не дебилы вот столько, например, да? Ну, как бы, а которые живут в том районе, которым нужно, еще вот столько, понимаешь? Да, да, понял. Исходя из этого, как бы вывод какой, что у тебя всегда найдется клиент. Это раз, второй, вообще похер. Кто, чего там, чем занимается. Ты, как бы, свой продукт просто улучшай и понимай, почему к тебе люди идут. Вот важный фактор, не кто у тебя покупает, не где у тебя покупают, не как у тебя покупают, а почему у тебя покупают. Вот, что важнее. Вот самый важный вопрос, который ты должен себе задать и своим клиентам. Продолжение следует.